Я с пресса, дорогие друзья, с вами снова Дмитриевич, и у нас видосик, который я вам обещал, а именно продажа полного склада 360 ящиков. Но поскольку сам я не могу это сделать, я только недавно на миллион продал, мы сделаем проще. Я нашел человека, который уже давно мне помогает и с видосиками, и просто в игре, и мы с ним вместе будем продавать его полный склад. И, кстати, у него немножечко другой клуб, то есть у него другой дизайн. Я хочу прогуляться по нему, посмотреть, какая разница. Я уже заплатил 100 баксов. Да, и невелика цена, конечно, но тем не менее. Давайте посмотрим. Этот стиль, он более такой, знаете, мне это напоминает тюрьму Алькатрас из Watch Dogs 2. Вот эти решетки и прочее. В принципе, неплохо. Потому что интересно иногда посмотреть что-то другое. Так, ух ты, нифига себе. Класс. Блин, классно. Так, бесплатные напитки подает владелец. Сейчас мы придем, и он нам что-нибудь нальет. Надеюсь, ничего такого слишком уж мощного, да? Хотя я смотрю, он уже вышел. Итак, я хочу поблагодарить моего товарища Махараджу. Моего верного подписчика, зрителя и просто, как говорится, компаньона по разным делам. По сериалу «Реальная жизнь бандита» и по, скажем, стримам и так далее. То есть, человек, респект ему, уважуха, помогает как надо. Ух ты. Блин, а это, мне кажется, даже чем-то шикарнее, чем даже мой офис. Итак, мы идем смотреть его товар, в первую очередь. Так, подземный гараж B1. Наверное, нам сюда, потому что больше я никуда попасть не могу почему-то. Не знаю почему. Так, надеюсь, будет интересное задание. Мы посмотрим, сделаем, и все будет круто. Надеюсь, все будет успешно. Итак, как вы видите, мне не показывает, сколько у него товара, но у него забито все. То есть, у него на весь миллион, то есть, у него все вот это вот, как вы видите, готово. То есть, тут не поспоришь. Человек копил несколько дней, копил, чтобы мы с ним вместе продали на этот ролик. Поэтому поддержите нас, пожалуйста, лайком, подпишитесь на канал и ждите новые видео, конечно же. Пишите свое мнение в комментариях. Ну что ж, даю ему отмашку, и мы идем продавать. Поехали. Так, нам говорят, что надо где-то выгрузить товар. Сейчас мы туда и двинем. Я сейчас посмотрю, за что я сяду. У него тачка тоже вроде как сделанная. Есть турелька. О, у меня есть какой-то задний граник, что ли? Хе-хе-хе. Это забавно, забавно. Так, ну что, поехали, посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, это будет что-то интереснее, чем просто доехать и получить деньги. Потому что хотелось бы полный груз, конечно, продавать, чтобы задание было прям соответствующее этому делу. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится. Потом спросим, как по деньгам будет, и узнаем, что да как. Так, я, видать, управляю граником. Прошу прощения, ребята, если может чуть-чуть экран подергиваться из-за того, что, ну, пинга, всякая вот эта вот фигня и так далее. Я бы тоже хотел накопить полный склад, но, как вы помните, если вы помните, что я об этом говорил, то, что у нас есть в этом проблема небольшая. У меня не хватает предприятий. Хо-хо-хо. Да, детка, давай, давай. Бам. Нормально, граник есть. Неплохо. Он похож на граник на ханжале, который стоит. Так что, не обращайте внимания. Может быть, когда-нибудь, ребята, я и накоплю все, что надо. Или буду хотя бы копить отдельные партии, чтобы получить некоторые плюшки в сейфе. Потому что, когда вы продаете, допустим, только кокаин или только траву, то вы получаете небольшие такие плюшечки в вашем сейфе, где вы деньги забираете. Это не очень так значимо, но, по крайней мере, хоть что-то. Да, давайте стрельнем. Ой, блин. Я просто хочу чуть-чуть пострелять. Раз уж мы едем как-то совсем тихо и спокойно, то давайте-ка хотя бы, может быть, стрельнем пару раз, чтобы хоть что-то было тут веселое. Ой. Ой. Хе-хе-хе. Какая боль, какая боль. Ну-ка, давай. Хе-хе. Нормально. Не, вроде сейчас получше, потому что, я помню, были моменты, когда у меня жутко дергалось все. Прям ужасно прям. А тут мы вроде едем и нормально все. Вроде как более-менее проходит миссия наша. Надеюсь, будет что-то здесь интересное. Хотя, знаете, мне это уже сейчас напоминает то задание, которое мы с вами делали, где надо приехать в пустыню, там найти этот камачо и там что-то сделать. Возможно, это то же самое, потому что, ну, мы как-то едем, можно сказать, в то же самое место. Давайте глянем, куда это. Да, очень-очень похоже на то место. Хе-хе. Ну, что поделать, что поделать, как говорится. Сейчас глянем, это ли это задание. Так, чувак. О, ты решил вот так действовать? Хе-хе. Ну, ладно. Что ж теперь? Так, что-то там, по-моему, как-то спокойно стало. Во, другое дело. Надо не стрелять. Что-то я как начал стрелять, так начался экран дергать. Эх. Хочу я все-таки стрельнуть, вот как вот не крути. Сейчас кого-то электричество, наверное, отключилось от моего выстрела, от моей гранатки. Прикиньте, люди так отдыхают где-то там, а я раз так, короче, бам. Блин. Вот самая проблема вот этого гранника в том, что отлетают припасы. То есть, вроде бы, ты их как-то вот и делаешь, а они отлетают у тебя все равно. Не, нам куда-то в другое место надо, я смотрю. Возможно, будет что-то интересненькое. Да, правда, вот эта стрельба, она не сильно-то мне, скажем так, нужна. Ну, пускай и будет. О, на меня кто-то согрелся, чувак. Ты что? Ты что творишь? Так, мы едем куда-то туда, где у меня когда-то был дом. Ну, почти туда, поближе, более-менее. Так, ну и что же мы тут увидим? Вот оно место, которое нам нужно. Помогите доставить товар. Скройтесь от полиции. Черт, это копы под прикрытием. Видимо, они пасли нашего клиента. А, нифига себе. Нифига себе. И как мы должны уйти от этих копов? Так, интересно. Да, путь свободен? А, он просто лестеру набрал и все, да? И все окей. Только копы что-то не уходят, странно как-то. Так, помогите доставить товар. Теперь сам звони. Куда звонить? Куда звонить-то? Я куда должен звонить-то? Так. Нет, не надо мне ничего вроде. По-моему, просто доехать и все. Там точка где-то у нас находится. Далеко ли? Не, недалеко. Вот, пожалуйста. Сейчас доедем и все. Это, по-моему, место, где у нас... Хотя, не, это другое какое-то место. Чувак, ты по горам решил покататься? Эх, зря. Зря, зря, зря. Хотя, почему нет? На такой тачке можно и по горам. Если особо не запариваться. Ух, да. В общем-то, ну, от копов уйти, как вы понимаете, очень легко. А, он мне имел в виду сам звони. То, что он копов убрал, а я из грани постреляю. Ну, ничего страшного. Я могу и сам, если что. Хотя, это не обязательно. Мне это место напоминает задание в GTA Online от знакомых, где надо за вертолетом лететь. То есть, мы начинаем точно так же. Точно здесь же. Так. Чувак, зря ты, наверное, так выбрал такой путь. Хе-хе-хе. Блин. Ну, ладно, давайте поедем. Ну, что ж, чуть-чуть нам осталось. Километр буквально. Знаете, задания какие-то для галочки. Я уже увидел несколько заданий, и большинство из них были совсем уж, скажем так, простенькие. Тупо сделал, и все. Тупо доехал, и все. Ну, бывают какие-то накладки. Даже те же копы, вон, убираются звонком Лестеру. И все. То есть, особо даже не надо задумываться на эту тему. Так, куда это мы врезались-то? В какие-то сомнительные места ты поехал, чувак. Совершенно зря. Да. Ну, так всегда захочешь срезать. Лучше не срезать, ребят. Потому что срезания, они до добра не доводят, как правило. Ладно, сейчас доберемся уже. Так, ребят, по-моему, я здесь был уже. Что-то у меня есть такое мнение, что я сюда что-то доставлял уже. Не знаю чего, но все. Все, что ли? Все задания? О, да. Я вообще-то рассчитывал на что-то более эпичное. А где товар? Там нет ни хрена, чуваки. Там пустой. Блин, какое же все низкополигональное говно. Ой, качество. Да. Ну что, давайте узнаем, сколько товарищ получил денег. Мне дали... 5500. Мне дали совсем копейки. Так, сейчас узнаем, сколько товарищ получил. И узнаем, сколько у него вычли, ну, процент Тони. Вот это. То, что он якобы на отмывку, а сам себе яхты покупает с машинами и самолетами, блин. Гондон такой вы. Нехороший. Так, 169к для педика и полтора миллиона мне. Ну что, очень неплохо. Считай, полтора миллиона это сразу элитная квартира. Это сразу офис. Это сразу много чего, скажем. Это даже клуб. Ну, скажем так, простенький, без особых апгрейдов. Но, тем не менее, все-таки, почему бы и нет, как говорится. По-моему, очень даже неплохо. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Извиняюсь, если было не очень весело, не очень интересно. Но вот такие вот задания нам дают на полтора миллиона. Что уж поделать. Не, если бы нам надо было от копов уходить, было бы, конечно, намного веселее. Потому что на таком грузовике уйти от копов было бы не так легко, как казалось бы, конечно. Конечно, особенно здесь, где прятаться, толком негде. Но, тем не менее, ребята, мы с вами совершенно неплохо так, скажем, прошли вот это. Получили деньги. И, как вы видите, все реально. Только отстегивай, отстегивай, Тони. Конечно, работать помощником здесь невыгодно. Что, 5500, что это за деньги? Конечно, это фигня. Но, как есть, делается не ради этого. Делается ради, как говорится, видео. Так, подожди. Что-то он напутал. Хорошо, что я не остановил видео. 100к для Тони. Видите, вот такая вот фигня. То есть, даже не столько, сколько я думал. Ну, неплохо. Что ж, ребят, спасибо за просмотр. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите свои. Рассказывайте, как вы продавали, если у вас были большие партии, там, от миллиона. Были ли интересные задания, или невыполнимые, или вообще легкие. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.